Моторадио представляет Спасибо, что пригласили Но все было в планах Потому как нужно было неделю назад Приехать вместе с Олегом Тогда рассказать о путешествии А так мы это поделили на несколько частей Да, был загружен немножко Прошлую неделю, но сейчас есть возможность Пообщаться Прежде чем мы перейдем к путешествию на Памир Хотелось бы тебя спросить О том, каким был для тебя мотосезон Что в нем ты бы отметил Было ли что-то такое Что прямо вот Вот совсем тебя прямо так проняло Прохватило Слушай, Саша, этот мотосезон для меня был Очень-очень-очень хороший Удалось совершить Много интересных поездок Побывали и в Белоруссии И в Средней Азии Неоднократно В Белоруссии на ХОК-фестивале был? Нет, мы просто проехали Я никогда не был в Бресте И поэтому в этом году мы решили С супругой И с друзьями из Москвы Нашими одноклубниками Совершить поездку в Белоруссию Тем более Белоруссия Это страна, где образовался наш клуб И пообщаться А я только что ребятам сказал, что это наш питерский клуб Ну, в Питере тоже есть У нас в Питере есть члены клуба А изначально этот клуб был организован Белорусский? Серьезно? Только энергия Это Белоруссия организовали И потом он уже стал интернациональный У нас сейчас Мемберы есть В очень многих странах мира И в Америке И в Англии И в Европе много где Очень большая Но корневой клуб основной Это все-таки белорусский, да? Ну, изначально Создатели были в Белоруссии Сейчас там уже немножко все трансформировалось Кто клуб создавал уже Из него ушли По тем или иным причинам Но так или иначе это... Просто где у вас все-таки столица? Все-таки в Белоруссии? Да нет, интернациональный клуб Как таковой в столице нет А вот, понял, да Хорошо Хорошо Итак, по фестивалям по каким-то проехал? Нет, я был только на Балтик-ралле Но это, мне кажется... На Балтик-ралле были все Но это, мне кажется, просто сливки Или масло От всей фестивальной жизни Лучший фестиваль в России, возможно Ну, на Северо-Западе точно Поэтому тут его не посетить было нельзя И действительно мы там получили огромное удовольствие От общения От того, что там происходило Повезло совсем И с погодой И сама организация на высоте Конечно, Игорь Иванович сделает великолепное действие такое Он, кстати, возможно, нас слушает Поэтому большой-большой привет передаем Большой привет Игорь Ивановичу И всей команде Балтик-ралле Конечно, конечно Потому что работа была проведена и по организации фестиваля И как это был организован промоушен С прохватами чебурашки зимой и так далее Ну, это же было круто Креативно И они задали высокую планку для самих себя Теперь надо же двигаться дальше И только вверх Нельзя спускаться вниз Посмотрим, что будет в следующем году Но я уверен, что будет очень классное тоже мероприятие Окей Я тут был на закрытии мотосезона И такие коротенькие интервью понабрал И тоже это есть в подкасте Кому любопытно послушайте Там не меня и не про себя А про ответы Ну, я задавал, собственно, два вопроса буквально Каким был мотосезон в целом Там по пятибалльной шкале И что запомнилось больше всего Может быть что-то неприятное Или наоборот приятное И было очень много разных ответов Но о чем вот я не спрашивал Но все говорили Это про пробег Сколько проехал Это вот прямо Саша, я еще не считал Потому что я еще не закончил сезон вообще Но я думаю, что, как обычно Последние три года Где-то за 30 тысяч проезжают За 30? Да, за 30 проезжают Ну, давай начнем с того Что вот у нас начались майские праздники С пробега в Среднюю Азию Я, мой брат двоюродный И мой хороший друг Сибиряк Мы поехали из Петербурга И доехали до Душанбе И вернулись обратно Субаса И только за майские праздники У меня пробег составил 10-700 Обалдеть Только за майские Дальше был Очень интересный прохват в Беларуси Это мы доехали до Бреста И обратно из Петербурга Ну, там тоже нормально Ты сам понимаешь Да, это, наверное В 2003 плюс-то точно это произошло Дальше у нас была интереснейшая поездка Тоже с друзьями по Карелии И мы посетили за 10 дней Три отличных места Это остров Велам Остров Кижи И остров Соловки На которых я никогда не был И тоже поездка была сумасшедшая Мы поехали Она была семейная Поехали три семьи с детьми Нас было 12 человек На двух мотоциклах И на двух машинах И просто обалденно провели время У нас был яхтинг Катание на яхте По Ладожскому озеру Естественно, мы там На Соловках С ночевкой были Соловки красивые? Соловки очень монументарно Красиво Впечатляет Место силы такое Потом там же все смешанное И вот эта Культура севера И церковная история Где монастырь, да И плюс вот эти Соловецкие лагеря Которые там были В 30-х годах Куда народ Отправляли в ссылку И оттуда там строили Беломор канал Там были основные лагеря Ну такое место Вот очень много эмоций Ты испытываешь И они настолько Концентрированы Что там Конечно Организовано сейчас Очень много Эскурсионных программ И на автобусе Можно покататься И пешие экскурсии На катерах На лодочках Внутри покататься Шикарное место Обязательно для посещения Особенно это не так и далеко До Кими Из Питера 700 километров В принципе Один день Езды на мотоцикле И там уже Из Кими На корабле Да и на машине Собственно Ну и на машине Да Любой путешественник Может это Себе позволить Спокойно Отличная была поездка Потом соответственно Как только мы оттуда вернулись Ездили на Балтик Рали Ну и конечно Как это сказать Поездка всех поездок Это наше путешествие На Памир Которое организовали Олег Ты можешь вот так вот сделать Да Футболку Чтобы видели Те кто смотрит Крыша мира Крыша мира Памир Футболка Только у тебя почему-то Серая футболка А у Олега Она была белая Ну у меня белая тоже есть У нас по две Просто Олег надел Чтобы быть поярче А вот эти вот буквы Р, А Это Роллинг Энерхи Да Это Рональд Энерхи Потому что как раз Саша из Москвы Я, Олег Это члены клуба И как бы поездку Мы тут считаем клубной Хотя там присоединялись Ребята И с нами даже был Президент клуба Алматинского Да Который Целый президент Но он ехал с нами Был Бывший член клуба Которого мы брали Мотоцикл Как раз в Алмате То есть это все вокруг Анархистов Все равно крутилось Ну и поэтому Мы решили сделать Такой мерч В памяти поездки Ну очень-очень круто Хорошо А продается это где-нибудь? Ну это сделали На заказ Ограниченное количество Я думаю что Олег Хамзевич Может быть в заначке Для тебя что-нибудь есть Не-не Я просто спросил Мало ли для фанатов Это подарили всем Кто участвовал В пробеге И клубным ребятам На спине там Давай Хорошо Давай о Памире поговорим Была там какая-то Кульминационная точка Может быть самая высокая Или там самая пьяная Я не знаю Какая-то вот Момент Самая высокая Да Но там вот перевал Акбайтал Это в принципе Самый высокий перевал Который Был на территории Всего СССР То есть он Мы заметили По нашему высотомеру 4666 А вообще По официальным данным Он 4665 Ну там разница Небольшая В 11 метров Там эти данные Разнятся Но все равно То есть это 4600 плюс Куда ты заезжаешь На мотоцикле И мы Там По миру Можно ехать С двух сторон Да Это можно Из Душанбе Ехать в Ош И из Аша В Душанбе То есть из Киргизии В Таджикистан Из Таджикистана В Киргизию И когда едешь Из Таджикистана Там адаптация Там больше в пути Ты еще 3 дня Едешь до Вот этого Самой высокой точки До перевала И перевала И приходит Высота постепенно Да Адаптация Нормальная А мы поехали С другой стороны И мы эту высоту Буквально набрали В один день И конечно Ну не в один В два В полтора Скажем Первый день Мы приехали на ночевку Там где-то в районе Четырех тысяч И потом уже Эти 600 метров Добрали Ну на четырех тысяч За один день Это все равно Очень тяжело Что за ощущение От высоты Что шум в ушах Кровь идет горлом Что Не хватает воздуха Не хватает воздуха Ты начинаешь Довольно-таки глубоко И тяжело дышать Чаще Чтобы тебе кислорода хватало То есть в смысле В воздухе меньше кислорода Да В воздухе меньше кислорода Соответственно Организму его не хватает И ты начинаешь Более интенсивно Делать дыхательные движения Они такие Более Вот такие А если ты начинаешь Какие-то физические Там действия Там просто Даже слезть с мотоцикла И на него залезть Ну это конечно Не великая Там Работа Но она все равно Как бы вызывает Определенную тяжесть Вот И Ну Головная Прямо вот реально Ощущает Да Конечно Конечно Головная боль Первую ночь Мы на этой высоте Все до единого Члены нашей команды Спали довольно-таки Тяжело Беспокоенно С головной болью На следующий день Как бы она Поменьше Поменьше Потом чуть-чуть Спустилась И эти все ощущения Прошли И вот говорили Что там небольшое Количество алкоголя В жизни-то мы не пьем А там Выпили по 50 грамм И все И все пьяные Ну не то что все пьяные Но вроде как Отпустила И стало полегче Ага Ну вот Аппетита там Такого нету Именно на высоте Ну Слушай А там что-нибудь Какая-то инфраструктура Поднимаешься Там какая-нибудь Кислородная маска Висит дежурная Какой-нибудь врач Стоит Говорит товарищ Ничего нету Только что С собой мы брали Какие-то Свои лекарства Аптечку То есть там Подожди Никто не живет Естественно Живут Почему? Там живут местные люди Но они там родились Они адаптированы К этой высоте И Совершенно нормально живут Прямо вот на этой высоте? Прямо на этой высоте Да Да Ну а как? Там есть поселки Там есть даже Ну Пограничные заставы Там все-таки Мы как раз находились В том месте Где соединяются По сути дела Четыре страны Это там Киргизия Таджикистан Китай Афганистан И это вот такое место Да Где вот Граница четырех стран То есть если поставить гаубицу То можно На выборку Какую хочешь страну Обстрелять что хочешь Да Но Впечатлила Это Тяжесть Вот то что там Это горная болезнь Так называемая Да Это присутствовало Но впечатлил именно масштаб Когда ты находишься На высоте Четыре Четыре Шестьсот А что вокруг Вот что ты видишь Вокруг Горы Горы Горные долины То есть ты на четырех тысячах Идет долина И сверху еще Поднимаешь голову И там Верхушки Снежные Семитысячники А на сколько видно? Ну на километр На два На три На двадцать На сто Ну я думаю Что там Так не сильно Определяешь Расстояние Но я думаю Километров в хорошую погоду Километров на сорок Пятьдесят Обалдеть Видно нормально Видишь мы там застали Еще интересное явление Первый день Когда мы поднялись Как раз Из Киргизии Заехали В Таджикистан Да И поехали дальше На этот перевал Как раз Айбайтал У нас был Очень прекрасный день Солнечный Ясный Горы как на ладони Воздух прозрачный А когда мы поехали дальше Мы застали Так называемый Афганец Это Афганский ветер Дует Который поднимает Огромное Огромное Такое Облако пыли Ну она Как бы Как пыль Не ощущается Но она ощущается Как довольно таки Сильный туман И ты не видишь Что там Находится от тебя Ну наверное Метрах в пятисот То есть мы Когда ехали Там второй день Вдоль реки Пянш И Горы со стороны Афганистана Уже Очень плохо Просматривались Хотя они Огромные Вот Это тоже Вот Афганец Так называемый Да Даже в какой-то Песне Урзенбаума По-моему было Да вот эти слова Афганец Задул Ну вот Что-то Когда он про Афганистан Пел Мы это ощутили На своей Шкуре А моджахедов Не видел? Мы Видели Моджахедов Когда мы ехали Как раз По Нашей стороне Ну А не нашей Там на афганской стороне Также параллельно Идет дорога И там проезжают Мотоциклисты Проезжают джипы Проезжают грузовички Это уже как бы Уже в Афганистане Это прям в Афганистане Ты это видишь И даже Более того Мы им кричали И махали друг другу руками Они разговаривали с нами На своем каком-то Мы им тоже сделали Свои приветствия Речка маленькая Какая-то, да? Она меняет свою ширину В каких-то местах Она совершенно небольшая То есть там Метров 20 То есть такие-то А, ну рядом буквально Да, конечно, конечно Там до Афганистана Рукой подать У нас даже где-то есть видео Где мы остановились У речки Спустились Попить воды Она в этом месте Совсем не широкая И вот буквально там Можно Ну, плюнуть-то вряд ли Но камень-то кинуть До Афганистана можно Александр Новиков У нас в эфирной студии Мы говорим Об итогах Мотосезона для Александра И для клуба Роллинг-Анархия Но и в частности О путешествии на Памир Я напомню, что мы Говорим сегодня о том Как Александр С Олегом Капкаевым И еще с несколькими Отважными Путешественниками Побывали на Памире На далеком побывали На перевале Высотой Четыре с половиной Больше Четыре шестьсот Четыре шестьсот метров Как они там При каждом усилии Одышка Да, это вообще Конечно Такое испытание Но неприятное чувство Или просто Такое не страшное Слушай, знаешь Да нет, не то что неприятно Во-первых, мы были готовы Мы подготовились Опять же там Олег На Памире Уже там был По-моему Пятый или шестой раз Там даже по-моему Пик есть Олега Капкаева Наверное Ну, наверное Скоро его точно назовут Ну, просто он предупредил Что-то там Надо поесть там Этого мельдония Да Желательно там За две недели Чтобы немножко там Подготовить сердце Надо там Попить каких-то таблеточек Которые там Кислорода больше К органам Доставляют И оно так все И сработало Ну, в принципе Я не знаю Ну, по крайней мере Мы, знаешь Сознание не теряли Кровь там носом Как ты говоришь Гором Нет, а это Кстати Кроме шуток Это очень Нормальная Ситуация Когда у людей Да Начинает идти носом Кровь Это хорошо У нас такого не было Олег рассказывает Что там Прямо Столпотворение Люди туда-сюда Ходят Слушай Я сам поразился Ну, ладно Мотоциклисты Ладно там Путешественники Ладно там Это Ну, там Когда Пограничники Пограничники Само собой работа Но когда там Попадаются велосипедисты Понимаешь Ну, для меня Просто-то там На велосипеде ехать Тяжело Там и просто стоять тяжело Но там в горах На том же перевале К нам подъезжают Ребята, которые Группой Не помню сколько Шесть или восемь человек На великах Тверские, московские На великах Тут же курят Я думаю Вот это сила воли Вот это здоровье Понимаешь У них тоже Как-то называлось Что-то связано с алкоголем Там алкобайкеры Или что-то такое Ну, то есть Ребята совершенно Безбашенные И вот они там Две недели Катаются Именно на высоте На велосипеде Ну, я не знаю Это какое Надо иметь здоровье Чтобы там Курить на такой высоте Крутить педали Ну, мне кажется Пробеги у них Дневные, наверное Небольшие Но все равно Это очень отчаянные Отважные люди Потом Попадались много Мотопутешественников И единичные И группами И иностранцы ездят Поэтому Ну, это популярное направление Потому что Знаковое место Все-таки Такой Совершить пробег Европейцам Тем более Там многие Делают путешествие По Памир Потом это замыкают На Алтай На Монголию Ну, по сути дела Это Очень большая часть Какой-то кругосветки И это дорогого Стоит там проехать В принципе Для этого Не особо Что и надо Вот Что Какая-то виза Да Я сейчас как раз Про это хотел рассказать Значит, смотри Там две вещи Надо Вот Буквально Несколько месяцев назад Открыли Свободное Перемещение Именно для туристов Между Киргизией И Таджикистан То есть Местные не могут Они в состоянии Там вражды Между собой Находятся А туристам Для того Чтобы пересечь Из Киргизии В Таджикистан И обратно Из Таджикистана В Киргизию Надо написать Министерство туризма Киргизии Письмо Что ты едешь В такой-то группе Свой Предложить Там Скан паспорта И все Этого достаточно Чтобы тебя пустили Или выпустили Киргизы А для того Чтобы ты находился Вот в Таджикистане Вот в этой Горно-Бадахшанской Правильно Помню я сказал Автономной области Тебе надо получить Туда специальную визу Но ее можно получить В консульстве Таджикистана Мы ее получили В Алмате Мы приехали В Алмату И на следующий день Поехали в консульство И по срочному Мы получили визу Ну по срочному Дороже Просто она стоила 50 долларов С каждого человека Но нам ее сделали Там буквально За полтора-два часа То есть мы На территории посольства Прям подождались Дали паспорта И нам дали паспорт Со штампом Что мы можем проезжать Если ты делаешь Не по срочному То это будет Немножко дешевле И плюс бывает Что тебе не в паспорт Ставят эту визу А дают просто бумажку Как разрешение И то и то работает Поэтому в принципе Тебе надо всего Соблюсти вот эти два условия Написать письмо По электронной почте В Министерство туризма И сделать визу Таджикистанскую В Бадахшан Все Слушай, а никакого Разве нету там Ну я не знаю Какой-то забор какой-то Какая-то там Охраняемая территория Там заповедник Или ну людям опасно На такой высоте Как-то вообще там Что любой может Вообще просто приехать Ну две вещи Ты соблюдаешь Если у тебя есть паспорт Это все Ты можешь там находиться Но единственное Что у тебя там Неоднократно проверяют Стоят посты Проверяют документы То есть на въезд Ну соответственно Пограничники Когда ты въезжаешь В сам Таджикистан Потом когда ты въезжаешь В саму эту Уже Область Приграничную Прямо где вот Ты находишься На границе реки Памир Там тебя проверяют И по дороге Еще несколько Из контрольных постов И они проверяют Все ли у тебя нормально Записывают тебя в журнал И ты проезжаешь дальше Ну и на выезде Также уже ближе К Душанбе Два-три пункта Проверки документов Ну все дружелюбно С ними общаешься Все разговаривают По-русски Совершенно там На одной там Идите Говорит На сад персиков Поешьте Там воды Пожалуйста Принесли То есть все дружелюбно Относятся вообще К туристам Относятся как К гостям Разговаривали С местными Вот так Которые Ну так скажем Так Выходцы из СССР Да Но они конечно Скучают по тем временам И говорят что было лучше Ну вот это на словах Что касается По Гостеприимству Вообще никаких вопросов Все к тебе С открытой душой То есть Ну Олег рассказывал Не буду повторяться То есть у нас был случай Неприятный Да у нас там сломался мотоцикл Так что нам пришлось Его эвакуировать До места ремонта Даже не своим ходом И то нам была оказана Всесторонняя помощь И по ремонту И по сервису И по доставке Причем там Ну где-то мы платили деньги А где-то просто Это было все от души И наоборот Вы гости Слушай Ну в целом Население бедно живет Так честно В целом Население бедно живет Причем там по ценам Вот Таджикистан Почему-то вот По ценам Он самый дорогой То есть Что интересует Если есть информация Стоимость сотовой связи Бензина Ну и элементарную Я не знаю Там поесть Бензин Смотри Получилось Что мы прилетели в Казахстан В Казахстане Бензин дешевле Чем в России Дешевле чем в России Процентов на 10-15 Значит В Узбекистане Бензин стоит На уровне российского Плюс-минус На уровне российского Да Где-то там 50-60 рублей А вот в Таджикистане Он стоит Значительно дороже То есть он где-то уже стоит На наши деньги В переводе Под 100 рублей Понимаешь Ну да В два раза Да А когда мы заправлялись Вот на таких заправках Которые Из бутылок Там тебе наливают Все это То там он еще дороже Ну просто у тебя нету выбора Ну естественно Люди на этом зарабатывают Нет на этом Ничего плохого А что значит из бутылок А там нет бензоколонок В некоторых местах Ну а стоит АЗС И у них стоит Большая бочка Из бочки Они наливают Пятилитровую бутылку Это мерил Ты говоришь 10 литров Тебе две бутылки Пятилитровых Отгружает И в принципе У них там Бензин И дизельное топливо 92-й 95-й Неважно Это все бензин Бензин Вот у тебя бензин Вот бензин У тебя вариантов нету Не хочешь не бери Но при этом Мы проехали Большой круг Ну считай Из Алматы В Алмату То есть наш пробег Составил там Прилично больше Чем 3,5 тысячи Я по своим заметкам Посмотрел У меня 3,888 пробег был Это по GPS навигатору На этом бензине И ни разу Ни на одном мотоцикле Не забарахлил Именно вот И по бензину То есть да Там они на высоте Меньше Как бы медленнее тяну Да надо газа Больше крутить Но это не из-за бензина Наверное из-за того Что воздуха не хватает Ну при этом Ни разу не было Что вот из-за бензина У нас что-то остановилось Мы там промывали Топливную систему Или еще что-то Вообще проблем не было Все нормально По поводу еды У них тоже И по ночлегу Ну вот сесть поесть Есть Первое, второе Или такого нету? Ну первое, второе Как-то мы не особо ели У нас как-то была такая Мы вот вечером приезжали Да В гостевой дом И у них стандартно Ужин, ночлег и завтрак Стоит там от 10 до 15 долларов Дорожью ни разу не платили Вот это все вместе Все вместе В смысле место Там для Там кровати какая-то Ну не кровать У них принято такие Специально правда называют Матрас Ну типа матрас Да, но они спят У них кровати как таковых Не принято Есть В каких-то домах Это уже есть больше Для туристов А как правило Тебе просто на полу стелят Подушка А пол это земля? Нет, почему В доме нормальный пол Чистый Ковры Ковры То есть там у них Все знаешь Такое богачество Я скажу То есть у них ковры Практически Вот везде Где мы были Везде ковры Но это может Национальная какая-то Экзотика какая-нибудь Какие-нибудь коровы Переходящие дорогу Орлы Пролетающие прямо по тебе Вот все что ты сказал Мы видели Коров там много Там ходят яки Это такие как коровы Только они Обросшие Волосатые коровы И здоровые Ну по размеру Не очень Да Там очень много Табунов Коней Там ходят Ослы Ослики Да Там я видел Двух лис Видел этого горного Зайца Перед мотоциклом Перебегал Нет То есть там Там говорят Какие-то суслики Гигантские Суслики Гигантские Они встают Знаешь Такие как столбики Вдоль дороги Стоят Смотрят Головой Так вертят Ну нормально Там Живности много Но она своеобразная Там Ну верблюды Естественно Когда еще ехали По Казахстану Верблюды попадаются Ну то есть Для нас то тоже Это экзотика У нас табунов Лошадей нету Верблюдов нету Но мы с этим столкнулись Когда вот мы на Майске Еще ездили В Среднюю Азию То есть мы проезжали Целиком Казахстан Ну считай От севера до юга И там вот конечно В степях верблюдов Понаблюдали очень много Там и облезлые такие Как будто их били И красивые статные То есть то ли порода разная То ли уход Не знаю Говорят они злые Достаточно животные Такие Плюются еще в людей Ну мы не Сами к ним не подходили Только пофотографировать Там на расстоянии Пяти метров Так это с ними не заискивали Потому что ну опасно А что действительно Ударят ногой И иди там Лечись Лечись потом Давай немножко о мото жизни Ты говоришь С вами был президент мотоклуба Что там за клубы Что вообще там за жизнь Слушай Там хорошие ребята Добродушные Которые тоже Очень много путешествуют На будущий год Пригласили нас Там Говорят Мы можем организовать Пару поездок И по Киргизии И По тому региону В принципе Предложение интересное Посмотрим Если будет возможность С удовольствием Бы с ними съездили Рукастые Головастые Веселые Это прямо клуб Клуб жилетки Все все дела Да да Он ездил в цветах В жилетке И президент Ну как бы у нас Не принято спрашивать Какая численность И так далее А мы тут спрашиваем Ну никто же не отвечает Правда Но если есть клуб И президент То значит клуб жив Вот на обратном пути Тоже вот ехали Встретились с ребятами Которые Казахи Приглашали в гости В Козеларды У них там МС даже по-моему Клуб Говорят Приезжайте Дали мне контакты Все в группу свою Включили Там на связи Смотрю У них тоже Жизнь идет То есть в Казахстане Клубная жизнь есть И добрые ребята есть И приглашают И в Байконур звали И Там есть И члены наших Как бы таких Пророссийских клубов Те же алькаши Да То есть есть в Казахстане Люди Кто Состоят Мембер Жизнь байкерская Есть Жизнь байкерская есть Мотоциклисты ездят Может их не так много Как в крупных городах России Там в Петербурге Или в Москве Но они есть Слушай Все равно Саш Не очень понятно Тем не менее Вы ехали Ехали И заехали на перевал Это по серпантинам Каким-то поднимались Или какая-то Одна такая Пологая дорога Наверх Это как это выглядит По кратчайшему пути Там есть и одна пологая И очень много серпантинов Как удобнее проложить дорогу Эта дорога сделана Еще в Советском Союзе В Советском Союзе То есть это дорога старейшая Ее так или иначе Поддерживают В более-менее Проезжем состоянии Там несколько путей Там в принципе Памирский тракт Вот если его посмотреть Он есть Восьмеркой То есть есть там Одна основная дорога Которая такая Асфальтированная И более-менее Совсем хорошая А есть дороги Которые более интересные И живописные С точки зрения Там Мотоциклетной каталки Там по грунту Можно проехать По грейдеру Они более сложные Более живописные Но для этого Для этого нужны Уже более специальные Мотоциклы Там знаешь Более подготовленные А вы до каких ехали? У нас были эндуро-мотоциклы У нас было там Три Хонды Две Кавасаки И Дукати То есть Все мотоциклы Предназначены Именно для езды По бездорожью И то Я ехал на Кавасате Вместе с Александром Из Москвы И у него Мотоцикл не выдержал Там сломалась рама Открутилась Рама Рама Да Мы варили В Душанбе Ремонтировали раму Но это было Такое приключение Приключение Это как раз Вот его мотоцикл Мы вместе с ним Эвакуировали Он там Три дня бичевал Жил в этом В грузовике Нормально Ну это приключение То есть Мы за этим-то и едем Зачем мы едем? Посмотреть на природу Да Пообщаться с людьми Это очень важно Потому что Совершенно другая культура И когда ты вот Живешь здесь И общаешься Как мы говорим Люди Да Восточные Как-то Национальности Правильно Так это было Помнишь еще В нашей Раши Был этот Кавказская национальность Нет Восточная Ну вот в нашей Раши Помнишь Вот этот был у них Скетч Вот этот там Жаншут Равшан Ну их вот с такой стороны Подносят Что вот они там Русского не знают Совершенно неграмотные Там и какие-то дикари На самом деле Это все не так Там все разговаривают Практически по-русски Даже молодежь Плюс они разговаривают По-английски Плюс они Все хорошо одеты Все воспитаны Уважают У них есть уважение К возрасту То есть даже если Они видят Что ты старше То есть ты показываешь паспорт Они смотрят О 50 лет Все уважаем Ну примерно так То есть они видят И если Видишь что ты старше Для них ты уже человек Как бы Очень уважаемый Ну это очень правильно Если ты гость Ты очень уважаемый А если ты еще гость И тебе 50 Это вообще Вообще Да То есть у них Очень правильное Такое воспитание Возможно это С религией связано Я не вдавался С этим с укладом Это такое Ну у них так принято И я говорю Что это и хорошо Но мы сталкивались С такими вещами Особенно Я сейчас расскажу Случай Когда мы ехали Как раз в мае Троем на мотоциклах Вот мы заехали В Узбекистан Едем по красивейшей дороге Фотографируемся Останавливаемся Подъезжает автомобиль Выходит семейная пара Ну в возрасте такие Ну наверное Наши может ровесники Может чуть помладше И вот знаешь Вы откуда Из Петербурга Очень хорошо Вы знаете Сегодня вы ночуете у нас И это не как бы Не шутка Не предложение А вот как бы это утверждение Вы сегодня ночуете у нас Ну как нам еще ехать 100 километров А мы ехали как раз А в какой город же мы ехали Вспомню скажу Хорошо Вот Мы говорим Нам еще ехать 100 километров Мы не торопимся Мы останавливаемся И так далее Нет проблем Под вывеской у города Через 100 километров Я вас буду ждать Мы едем 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 Приезжаем В вывеске Нас он ждет Так на самом деле Нас привезли в дом Нам накрыли лучшие места Для спальни Нас накормили ужином Нас накормили завтраком Ни копейки денег не взяли Позвали всех друзей и родственников Из того кишлачка Где они живут Да Которые с нами сидели Общались За столом За одним Утром мы их угостили кофе А у них почему-то Культура питья Кофе не принято Мы сварили кофе Им тоже это очень понравилось Мы уехали Вот где бы ты мог В России Вот например По дороге Там из Петербурга В Москву Вот такое ощутить Что просто к тебе На дороге люди приезжают Ты откуда из Ленинграда Ночуешь Сегодня у нас Ну так обычно Говорит полиция Когда Ну что он то и делал У нас переночуешь И вот это сплошь и рядом Приехали в другой город Там ну правда Друзья уже были Так нас два дня возили Там на экскурсии На машинах В другие города Показывали это все Все время Завтрак, обед, ужин Денег не берут Понимаешь Слушай Вот еще Такое Любопытное Какое-то отношение Интересное Многие представляют Себе отдых С выпивкой связанный Вот в таком путешествии Вот так чтобы Ну так чуть-чуть Побольше Я не говорю там Напиваться Но вот именно Посидеть с алкоголем Вечером Это не практикуется Да потому что Ты имеешь ввиду Про Восток? Ну вот вы были В путешествии Ты говоришь И первый раз Вот ты ездил В те края Потом сейчас на Памир То есть Вот это вообще На Востоке Вообще культуры Питья нету Даже они не предлагают То есть у них Этого в принципе Как-то нету Ну по крайней мере Я нигде не видел Не сталкивался Не видел ни пьяных Ни алкоголя На столе Может они как-то Это делают Тихаря или ночью А среди вашей компании Вы не везете С собой там водку? Ну вот я говорю Что мы в этот раз Там взяли По-моему Две бутылки Алкоголя Две бутылки Алкоголя Ну мы их не осилили На шестерых За 10 дней И так привезли обратно Ну да Так оно и было Ну то есть там Когда мы были в горах Выпили по 50 грамм Ну два-три раза И все Без здоровья И все Ну чисто для того Чтобы поправить Так сказать Или расширить сосуды Чтобы вот это кровь То есть вот это вот Наша типичная Выехать на природу Выпить литр водки Упасть там в траву Вот это все Это другое Слушай, ну у нас другие цели Да, да, я понимаю Понимаешь, если ты Начнешь Заплывать за буйки Да, и нарушать режим То есть ты на следующий день Будешь не в форме Ты не сможешь ехать Ты ничего не увидишь Это небезопасно А мы едем за другим Нам интересно посмотреть Нам интересно покататься Кто хочет Вот иметь такой отдых Как ты говоришь Вот нам может Надо ехать куда-нибудь Я не хочу Не, не езжать Не, вот на какой-то Близцолежащий фестиваль Я не знаю И там, наверное И там, наверное, есть любители Есть же фестивали Которые там Козлопати Или у нас Даже проводятся там Под лугой Как он называется Штоль Штоль Ну, там это, наверное И то не приветствуется Но не возбраняется Да, в таких поездках Особенно, когда ты едешь В большой группе И ты отвечаешь Не только за себя За всю компанию Ну, за себя в том смысле Чтобы ты не стал обузой Ну, конечно же Надо же не подвести Ну, ты понимаешь Если ты что-то не так сделаешь Утром скажешь Я не могу сесть за рулем Ты уже испортил всю поездку Ну, в следующий раз Давай, не будем о грустном Не, ну, в следующий раз Тебя просто не позовут, Саша Ну, как? Согласен Так и получится Ну, это будет твоя Первая и последняя поездка Потому что компания Она же все равно Самое главное в поездке Это компания Если люди должны себя чувствовать И мы же не едем С кем Кого не знаем, да? То есть мы уверены В тех людях В которых мы едем А если мы едем Кого мы не знаем Ну, по крайней мере Кто-то за них поручается И из тех же Членов нашей экспедиции Окей Подведем итог Мотосезон Ты одобряешь Хороший был Да? Он еще у меня не завершен А, еще не завершен Я, да Еще у меня на эти выходные Запланирована поездка в Адыгею На маленьком мотоцикле Эндуро Поэтому я еще Чуть-чуть закончу Но я думаю Что в Петербурге Уже вероятнее всего Я не буду ездить Ну, может быть Какой-то теплый день будет Потому что я вчера Как раз поехал на работу На мотоцикле Замерз по дороге туда Замерз по дороге обратно И я понял Что, да Наверное, уже удовольствие От этой поездки Сомнительное Сомнительное, да Потому что утром уже ехал Сумерки Как-то сыро Холодно Сезон был обалденный Обалденный Опять же Это, как я сказал В фестивале Мы задали этим сезонам Тоже хорошую планку Но что-то последние Три-четыре сезона У нас такое Посмотрим, что будет Придумаем в следующем Будем обсуждать Какие в следующем поездки Окей, все Время наше закончилось Будем надеяться Что планы строятся Уже на следующий сезон Ну, конечно Вот, и мы неоднократно Еще об этом в студии поговорим В голове крутится все это Спасибо большое Александр Новиков Мотоциклист Мотоклуб Роллинг Анархия Был в студии Моторадио Спасибо, Саша Приходи к нам еще Спасибо Спасибо, уважаемые радиослушатели Спасибо, Саша Приду с удовольствием Всего доброго Пока Моторадио представляет